Добрый вечер, дорогие друзья, с вами канал Одна Австралия и я Александр Петров. Ребята часто спрашивают меня различные вопросы, те, которые собираются приехать, те, которые здесь находятся. И вот это и есть моя жизнь, жизнь как оборудовательного агента. Но я думаю, что порою трудно найти грань между просто жизнью и твоей работой, если ты ее ведешь как бизнес, как дело, которое тебе нравится. С людьми, которые, с одной стороны, конечно, это твои студенты, с другой стороны, в общем-то, это твои... Друзья, это все заставляет человека быть этичным, заставляет человека не быть просто бизнесменом. То есть, когда мне говорят, что я не должен так близко иметь дистанцию между собой и студентами, я в какой-то степени, наверное, соглашусь, но это мой стиль. Это то, как я считаю, правильно работает с агентом, как надо работать правильно. И, соответственно, издержки, конечно, есть. То есть, люди иногда используют и понимают вообще-то близость неправильно. Они считают, что они могут забраться тебе на шею, сесть тебе на шею, на плечи и свесить ноги. Есть люди, которые считают, что если их пустили настолько близко во всю эту кухню, они могут это делать лучше, качественнее. То есть, вот это вот несоблюдение дистанции между агентом, то есть мною и студентом, оно может иметь какие-то негативные последствия и для людей, и для меня, и для дела. И я с этим, в общем-то, соглашусь. Я не буду с этим спорить. Но я хотел бы сказать и то, что это все другие агенты знают, и поэтому они себя так не ведут или боятся себя так вести. Но это и есть моя визитная карточка. Если говорить о том, кем должен быть образовательный агент, ну, он не должен быть вообще-то образовательным агентом. Образовательный агент, он только в том случае и в тех достаточно коротких эпизодах времени, когда он находит студента и получает свои комиссионные от учебного доведения. Все остальное не прописано в коде Education Services for Oversus Students, то есть образовательные услуги для иностранных студентов. И, соответственно, все это не обязательно. И многие агенты этого не делают. А многие это делают. Почему? Потому что они понимают, если они хотят выиграть конкуренцию, соревнования, они должны что-то дать сверху, премиум. Я считаю, что ты должен делать то, что ты можешь делать. Вот это основная ошибка тех, кто меня, я скажу, бездарно копирует. Если ты не умеешь этого делать, у тебя это не получится. И, соответственно, ты должен находить те пути, которые ты можешь предложить, те услуги, те отношения, тот стиль поведения, ту ютилити, то добро, которое ты можешь нести людям. Если у тебя есть, что людям дать, кроме красования на YouTube. Такого же, как и у меня. И, может быть, более талантливого, более артистичного, с более симпатичным, не скрою, лицом на экране. Но, в первую очередь, людям надо что-то дать. Я считаю, что у меня хорошее качество каким-то образом, я даже знаю, наверное, почему отчасти, а мне удается устанавливать связи. Говорят, что я не могу отличить хороших людей от плохих. Я бы сказал так. Я даю определенный кредит доверия людям. И я не отметаю людей сразу. Хотя скажу, что первое впечатление у меня обычно так оно и есть. То есть, если у меня о человеке негативное впечатление, то в итоге этот человек все-таки зачастую, но не всегда, кстати, оправдывает вот это первое впечатление и наоборот. Дело в том, что если ты не даешь возможности людям, воспользоваться твоими неуслугами. Услуги – это что-то такое платное. А твоей помощью, если ты не поддерживаешь людей, у тебя не будут друзей. Дружба – это не улица с односторонним движением. Дружба – это когда ты в первую очередь и проактивно делаешь для людей то, что им надо. Без спроса. Ну или когда спросят. Я думаю, что далеко не все люди, и даже в моем кругу, это заслуживают. Поэтому вы можете заметить, что не всегда я в действительности иду людям навстречу. Но я это делаю гораздо чаще, чем многие другие. И здесь, опять-таки, как я уже сказал, есть плюсы и есть минусы. Образовательный агент, на мой взгляд, должен очень сильно влиять на процесс получения образования человеком в учебном заведении. Я просто не понимаю, как некоторые администраторы, не хочу их называть, но среди них много русскоязычных таких и очень одиозных, на мой взгляд, фигур, администраторы учебных заведений заявляют, твое дело привел студента и забыл. А как это забыл? Минуточку. От человека, от человека, от меня зависит, в принципе, судьба будущего студента или нынешнего студента. Человек получил визу. Человек потратит очень много денег. И я знаю, что я могу помочь человеку, если меня отделять от этого процесса, если мне не дать возможности активно в этом участвовать, если что-то пойдет не так, винить будут меня. Например, этот человек или его родители, спонсоры, друзья, знакомые. Государство, черт возьми, тоже будет винить меня, потому что я primary education agent. Поэтому я считаю, что наиболее правильным, когда все участники этого процесса и администраторы, и преподаватели, агенты, и миграционные агенты, когда они в это вовлечены, естественно, студенты, их родственники, департаменты миграции, многие-многие, офицеры, которые дают визу, это все люди, которые вовлечены, работодатели, которые помогают человеку с работой, работодатели, которые помогают человеку с работой после окончания учебы. Все эти люди должны иметь возможность активного участия в судьбе человека, помогая ему и делая, в общем-то, всем славу, всем этим стейкхолдерам, то есть заинтересованным лицам людям, которые так или иначе приняли участие в судьбе этого человека. Это не оговаривается кодом ESOS, но это common sense. И будучи в свое время иностранным студентом сам, я прекрасно понимаю, что именно этого от меня студенты и ждут. Иногда надо честно сказать себе, что мои интересы финансовые, краткосрочные, я бы сказал, могут не совпадать с интересами студента. Простейший пример, мне удобно было бы человека связать двухлетней программой, двугодичной, и естественно, я бы заработал на этом больше денег, или трехлетней, или три с половиной года, или даже больше, четыре года, четыре с половиной года, если четырехлетний бакалавриат и полгода английского. Безусловно. Но надо всегда думать, что интересы студента должны превалировать. В долгосрочной программе безусловно даже финансово агенту выгодно работать именно так, потому что студент, он все равно почувствует, что его обманули. Если вы пытаетесь преследовать как агент, пытаетесь преследовать свои личные цели, если вы делаете то, что вы можете делать, но кто-то может сделать лучше, и вы все равно навязываете человеку свои услуги, во-первых, человек от вас рано или поздно уйдет, во-вторых, уже больше люди не придут к вам. Это будет сарафанное радио, которое работает против вас. Но я благодарен нашему миграционному агенту Алексею Чехунову, потому что он очень мягкий, очень добрый человек, и все-таки мягко он отстаивает интересы в первую очередь клиента. Интересы миграционного агента и образовательного агента, они должны, это не должен быть один и тот же человек. Я знаю, что многие агенты совмещают эти стези, эти бизнесы, многие имитируют, что они разделяют. Но я рад, что у меня есть такой человек, как Алексей Чехунов, и сам факт того, что в первую очередь дело рассматривается миграционным агентом, и только в том случае, хотя естественно имеют доступ к клиенту сразу. Но этого тоже не делаю, потому что мы прекрасно понимаем, если кто-то из нас, мы все делаем ошибки, безусловно, мы делаем ошибки, и я, и Алексей, и наш офис в Москве, мы часто делаем ошибки, но это не из корыстных побуждений. Если только я нарушу этические нормы, я думаю, Алексей не будет со мной работать, он не будет ругаться со мной, он просто уйдет немного в сторону и уйдет в сторону в итоге навсегда. И навсегда уйдут многие люди, которые считали меня эталоном каким-то бенчмарком, эталоном чешности, этичности. Они больше так читать не будут. И если я потеряю вот этот вот имидж порядочного человека, я потеряю наверное не все, но практически все. поэтому я считаю, что обрадовательный агент должен быть эталоном отечности. Насколько это возможно, потому что никто наверное не ангел. Даже вот котик байди, вот этот беленький, он беленький, но он тоже не ангел. Порой метит территорию не в тех местах, где бы надо. но я считаю, что насколько это возможно, агент должен быть наставником в какой-то степени наверное ролевой моделью. Я думаю, что я как бы далек по своим критериям от этого, но все-таки в какой-то степени должен быть ролевой моделью. и образовательный агент должен всегда быть человеком, который думает, что можно сделать для своего клиента или своего студента, своего друга полезно. Он не должен бояться тратить время, не должен говорить, что что я это буду делать, кто мне за это заплатит. Как говорят очень многие. Но это опять-таки недальновидная политика. Дальновидная политика это сделать то, что другие не могут, полезное для человека или не хотят. И делать это бесплатно. Ты работаешь от комиссионных как образовательный агент. Соответственно, можешь встретить человека в аэропорту, встречай, бесплатно. Можешь найти человеку работу, находи, бесплатно. Можешь помочь ему с размещением, так, чтобы это было самое-самое-самое выгодное дело человека. Если даже получается так, что студентка влюбилась, нашла себе спутника жизни и готова выйти замуж, но она перестанет быть на студенческой визе. Есть определенные минусы в этом статусе. Поэтому мягко ты должен объяснить человеку, что ты можешь, например, делать один-два предмета в год и закончить свое обучение. Но если человек каким-то причинам не делает этого, нельзя этому человеку мешать. Этому человеку надо помочь. Почему я являюсь свидетелем, это единственный, наверное, человек, который делает это постоянно десяткам и десяткам своих ребят, я являюсь свидетелем их отношений. Департамент иммиграции прекрасно знает, что уже, ну они знают, 50 до 100 раз я выступал свидетелем. Но кто знает моих студентов? Кто знает этого Васю Пупкина или Лизу Чайкину, не знаю кого еще? Только я, как образовательный агент, я прошел с этими людьми, начиная с их еще пребывания за рубежом, они приехали сюда. Я помогаю людям с размещением, с трудоустройством, я помогаю людям встречать друг друга. Я знаю, что не часто ребята об этом упоминают, но сколько раз они встречали своих спутников или спутниц на барбекю. Иногда, кстати, они просили меня организовывать эти барбекю именно для этих целей. Соответственно, я становился и постоянно становлюсь свидетелем отношений. Это очень важно, потому что человек желательно, чтобы имел австралийский вид на жительство и гражданство. И тот круг общения, который у меня есть, и знакомые, которые, те же студенты, которые получают вид на жительство, получают гражданство и остаются в нашем кругу, эти люди тоже могут стать помощниками под доброй волей, помощниками вам в этом. В общем-то, это миграционное дело. Это тоже должен делать миграционный и в данном случае образовательный агент, миграционный, кстати, не может, образовательный агент тоже должен делать, чтобы жизнь студента была легче. Студент должен постоянно знать, что есть человек, которому можно позвонить, можно спросить о том, о чем казалось бы, больше и некого спросить. Вот это и делает образовательного агента лучше. Когда тебе пытаются навязать какие-то очень сомнительные учебные заведения, их десятки, несколько учебных заведений в день обращаются, допустим, ко мне с предложениями стать их агентом. Но вы всегда должны знать, что, во-первых, это будет предательство по отношению к тем учебным заведениям, с которыми вы работаете. Потому что вы уже должны были выбрать те учебные заведения, которые дают самые лучшие программы по показателю цена за качество. Это люди, которые много сделали для ваших студентов и для вас, кстати, лично. Вы заработали деньги на этом. Предавать этих людей нельзя. Это неэтично, как неэтично предавать своих студентов. Кроме тех случаев, когда в действительности вам предлагается что-то, что будет лучше, и все равно вы должны это обсуждать с теми партнерами, с теми лечебными заведениями, с которыми вы работаете, чтобы это было не противовес, не противоречие с теми партнерами, с которыми у вас уже есть отношения. Верность и преданность она же не только в отношениях между мужчиной и женщиной, она в любых отношениях. И люди нечисто плотные в личных отношениях, они нечисто плотные и в бизнесе, и наоборот. Не хочу указывать пальцем, но примеры некоторых и нескольких даже моих соперников, моих компетеров, конкурентов. Этот пример говорит именно подтверждаемые слова. Это тоже один из критерий, как вы должны выбирать вашего агента. Люди неэтичные, люди нечисто плотные, люди, которые бросают свои семьи, люди, которые разбрасываются, доводят своих партнеров до того, что они кидают сломя голову, потому что уже достаточно терпеть. Это тоже знак. Говорите с этими людьми и друзья, близкие люди откроют вам глаза на агента, потому что от вашего агента будет зависеть ваша жизнь. Если вас сейчас пошлют учиться в учебное заведение, которое берет с вас 48 предположим тысяч долларов, хотя точно такое же учебное заведение в городе Сиднее возьмет вас 30, вы потеряете не 18 тысяч, вы будете предположим жить в городе, где с работой будет очень плохо, на занятости вы будете может быть терять долларов 500, то есть вы будете зарабатывать копейки по сравнению с тем, что вы зарабатываете в Сиднее, и соответственно 52 недели это в общем-то 26 тысяч, а два года это 52 тысяч, да еще 18 тысяч, реально вы потеряете 70 тысяч долларов, это 70 тысяч долларов, это почти 3,5 миллиона рублей, если мы говорим о переводе в российскую валюту, вы всегда должны помнить вот это, если хотите материализовавшаяся стоимость двурушничества и алчности вашего агента, я вам говорю конкретные цифры, и те люди, которые здесь живут, да и которые здесь не живут, они прекрасно знают, что я прав, образовательный агент не должен быть только петухом на видео, образовательный агент должен быть человеком, который постоянно находится с вами и человек, который не предаст, предателя они предают всегда, и только тот образовательный агент, который достоин вас, то есть который удовлетворяет всем тем качествам, которые я вам рассказал в той или иной степени, именно этот человек может быть вашим спутником, вашим проводником в Австралию. Вот такое вот серьезное занятие у нас у образовательных агентов. Впрочем, подавляющее большинство это те, которые работают в соответствии с австралийским кодексом P.S.O.S., Education Services for Seas Students. И это люди, которые вам, как правильно замечают многие блогеры, которые вам не нужны. когда вы делаете выбор в пользу образовательного того или иного образовательного агента, всегда думайте, что вы делаете, потому что цена ошибки, материализовавшаяся, может достигать таких причин, как 70, 80, а порой и 100 тысяч долларов. Большое спасибо.